Великая французская революция Начало революционных войн, свержение монархии во Франции Декларация прав человека и гражданина и другие документы революции были переведены и изданы во многих странах Европы, в Соединенных Штатах и в Латинской Америке. Лозунг «Свобода, равенство, братство», провозглашенный французской революцией, воспринимался повсюду как начало нового века – века свободы. Чем очевиднее становилось сочувствие к французской революции и ее прогрессивным идеям со стороны передовой общественности всех стран, тем большую ненависть к революционной Франции обнаруживали европейские феодально-абсолютистские государства и буржуазно-аристократическая Англия. Главным организатором и вдохновителем контрреволюционной коалиции была Англия. Английские правящие круги опасались, что с падением феодализма укрепится международное положение Франции, а также усилится радикально-демократическое движение в самой Англии. Английская дипломатия стремилась примирить враждовавшие тогда между собой Австрию и Пруссию и использовать их объединенные силы против Франции. На это были направлены усилия и царской России. Летом 1790 года в Орехенбахской конференции при сотрудничестве Англии удалось урегулировать основные разногласия между Пруссией и Австрией. В августе 1791 года в замке Пильниц австрийский император и прусский король подписали декларацию о совместных действиях для оказания помощи французскому королю. Пильницкая декларация означала сговор об интервенции против Франции. Конфликт, возникший между Францией и немецкими князьями, которых революция лишила владений в Эльзасе, привел в начале 1792 года к дальнейшему резкому обострению отношений Австрии и Пруссии с Францией. Начало войны с Австрией и Пруссией Людовик XVI, его приближенные, большинство офицеров и генералов со своей стороны стремились ускорить войну, полагая, что Франция не выдержит внешнего натиска и что, как только интервенты продвинутся вглубь страны, с их помощью удастся подавить революцию. Понимая это, Робеспьер в Якобинском клубе возражал против немедленного объявления войны. Он требовал предварительного очищения командного состава армии от контрреволюционеров и предостерегал, что в противном случае генералы-аристократы откроют врагу дорогу на Париж. Но жерандисты поддержали предложение об объявлении войны. Опасаясь дальнейшего роста классовой борьбы, они рассчитывали на то, что война отвлечет внимание народных масс от внутренних проблем. Близко связанные с буржуазией крупных торговых центров Бордо, Марсель и других, жерандисты надеялись также, что успешная война приведет к расширению границ Франции, укреплению ее экономических позиций, ослаблению ее главного соперника – Англии. Вопрос о войне привел к резкому обострению борьбы между якобинцами, сторонниками Робеспьера и жерандистами. 20 апреля 1792 года Франция объявила войну Австрии. Вскоре в войну против Франции вступила и союзница Австрии – Пруссия. Предсказания Робеспьера сбылись. В первые же недели войны французская армия, во главе которой продолжали оставаться аристократы, или же генералы, совершенно не понимавшие особенности революционной войны, потерпела ряд тяжелых поражений. Тайный сговор короля и аристократов с иностранными интервентами, о котором раньше лишь догадывались, теперь после изменнических действий генералов становился явным. Якобинцы указывали на это в своих речах и памфлетах, и звали массы к борьбе против внешней, так и против внутренней контрреволюции. Миллионные массы крестьянства понимали, что интервенты несут с собой восстановление ненавистного феодально-абсолютистского строя. Значительная часть буржуазии и зажиточные крестьяне уже успели приобрести, главным образом за счет церковных имуществ, земельную собственность. К концу 1791 года было продано церковных земель более чем на полтора миллиарда ливров. Вторжение интервентов и возможность реставрации дореволюционного режима создавали прямую угрозу этой новой собственности и ее владельцам. Перед лицом почти открытой измены правительства и многих генералов, слабости и бездеятельности законодательного собрания, народные массы по собственному почину выступили на защиту революционной Франции. В городах и деревнях спешно формировались батальоны волонтеров, создавались комитеты по сбору пожертвований для их вооружения. Местные демократические клубы и организации требовали от законодательного собрания принятия чрезвычайных мер для обороны Отечества и революции. Под давлением народных масс Законодательное собрание 11 июля 1792 года приняло декрет, объявлявший Отечество в опасности. Согласно этому декрету, все пригодные для военной службы мужчины подлежали призыву в армию. Народное восстание 10 августа 1792 года Низвержение монархии С каждым днем становилось все более очевидным, что победа над внешней контрреволюцией невозможна без разгрома внутренней контрреволюции. Народ настойчиво требовал низложения короля и сурового наказания генералов-предателей. Коммуна Марселя в конце июня 1792 года приняла петицию с требованием упразднения королевской власти. Такое же требование выдвигалось и в ряде других департаментов. В июле в некоторых секциях Парижа явочным порядком было отменено деление граждан на активных и пассивных. Секция Макансей, в которой проживало много рабочих и ремесленников, приняла постановление, гласившее, что секция не признает боли Людовика XVI королем французов. В течение июля в Париж прибывали вооруженные отряды добровольцев из провинции. Федераты Марсельские федераты распевали песнь Рейнской армии, написанную молодым офицером Руже де Лилем. Эта песня, получившая название Марсельезе, стала боевым гимном французского народа. Федераты установили тесный контакт с якобинцами и создали свой орган — Центральный комитет. Отражая революционную решимость широких народных масс провинции, федераты представили законодательному собранию петиции, в которых настаивали на отрешении короля от власти и созыве избранного демократическим путем Национального конвента для пересмотра Конституции. В то самое время, когда в стране нарастал мощный революционный подъем, был опубликован манифест герцога Брауншвегского, командующего прусской армией, сконцентрированной у границ Франции. В обращении к французскому населению он откровенно заявлял, что целью похода является восстановление во Франции власти короля и грозил бунтовщикам беспощадной расправой. Манифест герцога Брауншвегского, цинично раскрывавший контрреволюционные цели интервенции, вызвал огромное возмущение в стране и ускорил свержение монархии. Народные массы Парижа под руководством якобинцев стали открыто готовиться к восстанию. Две трети парижских секций присоединились к постановлению секции Маконсей, требовавшему низложения Людовика XVI. В ночь на 10 августа Набад возвестил начало нового восстания в столице. Народ собирался по секциям, формировал отряды. Комиссары секции провозгласили себя революционной коммуной Парижа и возглавили восстание. Батальоны Национальной гвардии из рабочих предместьей, а также отряды федератов, прибывшие из департаментов, двинулись к Тюилийскому дворцу, резиденции короля. Дворец этот представлял собой укрепленный замок. На подступах к дворцу была сосредоточена артиллерия, но отряд марсельских добровольцев вступил в братание с артиллеристами и под возгласы «Да здравствует нация!» увлек их за собой. Путь к дворцу был открыт. Король и королева укрылись в здании законодательного собрания. Казалось, что народное восстание добилось бескровной победы. Но в момент, когда отряды восставших ворвались во внутренний двор Тюилийского замка, засевшие там наемники, швейцары и офицеры-монархисты открыли огонь. Народ сначала отхлынул, оставив десятки убитых и раненых, но уже через несколько минут разгорелся ожесточенный бой. Жители столицы, а также отряды федератов ринулись на штурм дворца. Часть его защитников была перебита, остальные капитулировали. В этом кровопролитном сражении народ потерял около 500 человек убитыми и ранеными. Так была свергнута монархия, существовавшая во Франции около тысячи лет. Французская революция поднялась на новую ступень, вступила в новый период. Развитие революции по восходящей линии объяснялось тем, что в революционный процесс были втянуты широчайшие массы крестьянства, рабочих, плебейства. Французская буржуазная революция все явственней обнаруживала свой народный характер. В результате восстания 10 августа 1792 года власть в столице перешла фактически в руки революционной коммуны Парижа. Законодательное собрание объявило Людовика XVI только временно отрешенным от власти, но по настоянию коммуны король и его семья подверглись аресту. Был издан декрет о созыве национального конвента, в выборах которого могли участвовать все мужчины, достигшие 21 года, без всякого деления граждан на активных и пассивных. Законодательное собрание назначило новое правительство. Временный исполнительный совет, состоявший из жерандистов. Единственным якобинцем в составе был Дантон. После победоносного восстания 10 августа, показавшего, какие огромные силы таяться в народе, было невозможно медлить с рассмотрением требований крестьянства. Законодательное собрание, еще недавно пренебрежительно откладывавшее рассмотрение сотен крестьянских петиций, теперь с поспешностью, выдававшее его страх перед грозной силой народного гнева, занялось аграрным вопросом. 14 августа законодательное собрание приняло декрет о разделе общинных земель. Конфискованные земли эмигрантов было разрешено сдавать мелкими участками, бессрочное владение за годовую ренту или передавать в полную собственность с уплатой наличными. На следующий день было принято постановление о прекращении всех судебных преследований по делам, связанными с бывшими феодальными правами. 25 августа законодательное собрание постановило отменить без выкупа феодальные права тех владельцев, которые не могли юридически их доказать соответствующими документами. Аграрное законодательство августа 1792 года, удовлетворившее часть требований крестьянства, было прямым результатом свержения монархии. Ближайшим последствием победоносного народного восстания 10 августа был и перелом в ходе военных действий. 19 августа прусская армия перешла границу Франции и, развивая наступление, вскоре проникла вглубь страны. 23 августа прусские войска взяли крепость Лонгви, без боя сданную врагу комендантом-изменником. 2 сентября пал Верден, последняя крепость, прикрывавшая подступы к столице. Интервенты шли на Париж, уверенные в легкой победе. В эти дни смертельной опасности, нависшей над революционной Францией, якобинцы в противовес жерандистам, проявлявшим колебания, слабость и трусость, обнаружили огромную революционную энергию. Они подняли на ноги все демократическое население Парижа. Мужчины и женщины, дети и старики, все стремились внести свой вклад в общее дело. В Париже распространились слухи о подготовке мятежа заключенными в тюрьмах контрреволюционерами. Народ и уходящие на фронт добровольцы вечером 2 сентября ворвались в тюрьмы. Со 2 по 5 сентября в тюрьмах было казнено свыше тысячи контрреволюционеров. Это был стихийный акт самообороны революции в момент величайшей для нее опасности. 20 сентября 1792 года усиление в Вальме произошло решающее сражение. Вышкаленным, хорошо вооруженным войскам интервентов противостояли войска революционной Франции, значительную часть которых составляли необученные и необстрелянные, плохо вооруженные добровольцы. Прусские офицеры с чванливой самоуверенностью предвещали быструю и решающую победу над революционным сбродом. Но они рано торжествовали. С пением марсельезы, с возгласами «Да здравствует нация!» французские солдаты стойко отбили двукратную атаку и заставили неприятеля отступить. Вскоре французы перешли в наступление по всему фронту, изгнали интервентов из пределов Франции и вступили на территорию соседних стран. 6 ноября 1792 года была одержана крупная победа над австрийцами при Жемаппе, после чего французские войска заняли всю Бельгию и Рейнскую область. Великая французская революция. Часть третья. Начало революционных войн. Свержение монархии во Франции. Декларация прав человека.